Продолжение следует... Некоторые реакционеры тоже пытались так делать, но второй человек либо отказывался от такого, либо подобные каналы просто непопулярны. Первого реакционера зовут Вадим, а второго Алину. 17 июля 2017 года был создан канал со спидпейнтами вместе с биографиями известных людей. Просто ролики выходили нерегулярно из-за учебы Алины. Вадим писал сценарий и делал озвучку, а Алина же отрисовывала все кадры вручную. Вскоре они заметили, что такой вид деятельности на ютубе не заходит, и они создали отдельный канал на ютубе, Ландау, с реакциями на пародии, Брайана Мапса и других. В начале карьеры они получили волну хейта, но Вадим и Алина не переставали снимать видео, за что им огромный респект. У них есть отдельный канал, как и у других реакционеров, такие как Ландау 2.0, Ландау Геймс, Ландау и Ландау по вызову. У Ландау 2.0 аналогично с основным каналом. Часто выходят ролики и снимаются реакции, а на Ландау Геймс нерегулярно выходят видео. Там наши реакционеры проходят такие игры, как Майнкрафт, Гейншин и многие другие. Есть еще канал Ландау по вызову. Почти не отличается от основы и Ландау 2.0, но там, однако, выходят реакции по заказу. Чаще всего люди заказывают реакции Ландау и те ролики, в которых Вадим и Алина вообще не шарят. Ныне заказ реакции Ландау закрыт. Ландау, по сути, самый отличительный канал от своих собратов. Там выпускаются анимации. Правда, там выходят видео нерегулярно. С момента последнего ролика прошло 11 месяцев. Но мы что-то заговорились о других каналах Ландау. Почему мы не можем посмотреть на основной? Там, логично, больше всего подписчиков. На момент писания сценария 411 тысяч. И всего около 195 миллионов просмотров. Для канала с реакциями это очень много. Да и не только с реакциями. Также я заметил деталь. Когда Ландау делают реакции на теории и конспирологии, они одевают фольговую шапочку. Ничего не напоминает. На других реакционных каналах я такого не видел. Теперь давайте посмотрим на другой канал с реакциями. Я думаю, что канал Reborn Project пойдет. В Википедии ничего не найдено. А жаль. Возможно, у Reborn была куда больше история канала. Поэтому я буду довольствоваться фактами только с его канала. Страна Россия. Город Тольятти. У Reborn не так много подписчиков, как у других популярных реакционеров. А именно 159 тысяч. Но несмотря на это, канал быстро растет. Всего просмотров на этом канале около 67 миллионов просмотров. Дата регистрации 2016 год, 29 июня. У него есть три дополнительных канала. Такие как Reborn, Replay, Reborn Project 2.0. На канале Reborn Project 2.0, так же как и на канале Вандал по вызову. Делаются заказы на какие-либо реакции. На канале Replay выходит прохождение игр. Такие как Undertale, Minecraft и другие. А на канале Reborn выходят влоги. В последнее время он начал делать реакции на старые видео. Например, Acro или One2. Теперь давайте посмотрим на Майне. Настоящее имя Майне Влад Литовченко. Одна из его любимых игр это Undertale. Родился он 29 октября 1997 году в Украине. А именно в городе Каменске, где он сейчас и проживает. Дата регистрации канала 31 мая 2016 года. Это самый популярный русскоязычный реакционер, по моему мнению. Около миллиона подписчиков и всего миллиард просмотров. Как мне показалось, он самый харизматичный из реакционеров, которых я выбрал. У него есть три дополнительных канала. Только в отличие от своих коллег, двое из них мертвы. На канале Кринж 5000 подписчиков. Там он снимал скетчи, которые вы можете увидеть на своем экране. И всего 105 тысяч просмотров на данном канале. Также есть канал Курсор, где он обозревает технику. На этом канале 11 тысяч подписчиков и 273 тысячи просмотров. Единственный живой дополнительный канал это Мацни. Там он проходит игры, такие как ПВЗ, Первая и Вторая. Майнкрафт, Геншин и многие другие. Кажется, это самый популярный игровой канал реакционера. Майнкрафт, кстати, тоже пытался сделать эти реакции со своей девушкой. Но в последнее время ее что-то нет на канале. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кого еще можно обозревать. И на новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.